переписка с главным редактором газеты дача не секретно размещаю копию здесь спасибо вам Валерий Константинович за статьи но ведь то что хорошо на севере на юге может и не очень даже в средней полосе болезни больше а загущающих веток хочется избавиться от дерева хочется с вами уже они-то спорят я только Курдюмова читала который пишет везет железу он у него в гостях был целую неделю его сад не ведает такого количества вредителей болезни как на юге сразу реакция ну не колечься деревьев у вас не будет такого количества сами понимаете у нас деревья сильнее от мороза стоит дерево так же как принято резать резать да еще на кольцо да одно дело почему с юга пришла это там допустим нижняя температура минус 20 кругом раны ну перетерпела а у нас минус 40 оно и гибнет как откуда вредители будут у нас мороз губит вредителей все вот так и деревья примерно это выглядит так как мы с вами вот кто кого почему я лезу в ледяную воду почему я смертельно астма вылечил вопрос стоял так она внутри сидит кашлем не в него не это не вылазит то есть она там глубоко проникла вот я полез 40 градусов мороз в Венесей раз два пять десять раз и у меня астма исчезла вот я организм мое свойство заметьте я говорю про садоводство а мы и деревья это почти одно и то же поверьте вот получается так что я я полез в него в эту Венесей вот а организм чтобы спастись поднимает ему уже нужно поднять температуру иначе я просто замерзну организм не рассчитан жить при низких температурах знаете об этом да почему в одежде ходим для нас даже 20-22 квартире уже в одежде для нас это уже извините не комфорт вот поддержите 36,8 и тогда получается организм нагнетая температура видишь я собираюсь замерзнуть и на какой-то границе я еще жив 40 градусов ледяная вода Венесея рядом плавают со мной эти самые льдинки вот кожу мне режут вот это какой-то момент вот такой когда я еще жив а инфекция уже не выдержала я таким путем не сам замерзая поднял температуру тела вот понимаете что происходит а деревья гораздо хуже у них они тоже ой отдельный разговор ладно про температуру дерева которое якобы нет так же как лягушки имеют температуру окружающей среды но это неправда ладно не буду отвлекаться вот я привел этот пример для чего для того чтобы понимали что на севере да действительно свои проблемы но не повезло мне мне может и повезло мне на юге я бы не смог сделать открытие сад выдает свои тайны только на границе выживания это мой постулат сайт выдает сад выдает свои секреты на границе выживания поэтому меня тогда и противопоставил известный садовод ранникам противопоставил меня этого классить классику садоводы 19 века этого самого господи генералу раевскому да а он не понял одно раевский так хозяйничал херсонской области и в крыму и он конечно ничего не заметил не заметил влияние подвоина приводит приводит деревню напрягаться а в сибири надо напрягаться и получается так что когда напрягаюсь я я выжил меня не должно быть на свете уже давно из-за этой астмы вот если бы я не палец венесея уже бы не было меня и не было бы нового садоводца кстати а что касается деревьев они когда напрягаются у них появляется новое качество из их генетической памяти вот эти качества не дают возможности хозяйничать на дереве вот этим вредителем вот и все что я дальше написал я не кабинетный садовод чтобы решиться в прямом смысле приступить к уничтожению основ классического садоводства или как я наглый приступить к уничтожению основ классического садоводства побывал в областях смотрите кто помнит где юг где север где засток где запад волынской херсонской кабардино-балкарской кемеровской старопольский край селябинская кировская московская удмуртия кабарда крым хакасия красавиевский край дальше пишу это мой ответ официальный кому главному редактору это не шутки потому что я больше больше никогда ничего не напечатаю представляете почему догадайтесь везде без преувеличения и на юге и на севере на западе и на востоке одинаково зверское с любовью отношение к почве деревьев возомнившие себя улучшателями деревьев уже искалечили и умертвили миллиарды плодовых растений по всей россии они не поняли одно из важнейших свойств деревьев те прекрасно залечивают естественное повреждение коры ну сколько можно добавить солнечные ожоги вот морозобойны но беззащитны перед секатором и пилой любое вмешательство якобы улучшение это потеря морозостойств холодной руси и в метету целом и орды вредителей набрасывающихся на ослабленное дерево пожирающих его живьем вот это есть живьем затем бой ступает гигантская индустрия по их лечению с кавычка но это уже поздно силу и деньги на ветер примечание уважаемая аи это главный редактор крупнейшая газета свое время закончилась моя дружба с редакцией председательного хозяйства понятно почему ну а дальше я уже ответил как мог ей боюсь что больше мне не напечатают да павел павел николаевич драценко нас не напечатает наверно больше вот и тогда я просто развиваете мой пример совет науки задание гсу когда-то надо поставить точку а мы никогда не поставим потому что вот это классическое садоводство оно считается безгрессным и калечие деревья они не знают что они калечат я три книги выпущенные руководством гсу своей жизни читал мне нет ни одной я бы мордой ткнул бы кого надо почему потому что они были под копирку в них были эти самые рисунки 19 века это в конце это все было в конце 20 века вот там одна была в Кемельской области одна была в Хакасии а третью уже не помню вот мне давали почитать и забирали рисунки те же калечат так же везде и всюду руководителя как минимум кандидат наук как минимум гсу вот так а они даже не видят что калечат они этого не знают вот это их и оправдывали вот не оправдывают вот что и что получилось я предлагаю им так это надо когда-то наш человек станет вот те кто там есть они даже не догадаются что это все настолько серьезно что нельзя уже миллиарды уничтожить деревьев что именно в этом заключается импортозамещение прекратить деревья калечат вот тогда оно и будет мы каждый на даче вырастим деревья вот тогда по ненадобности сгниют закупленные в Турции и в Голландии фрукты я тоже их не покупаю в магазине мне то на хрена надо на балконе раздаю 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 поснимал не поснимал собрал чтобы не выбросить чтобы не сгнили все часть гниет но это уже моя дань деревьев я часть фруктов оставляю вот я этим подчеркиваю что такое изобилие оставляя половину урожая вкуснейших этих слив груш яблок понимаете абрикосы оставлял много оставлял это как бы моя дань саду чтоб все забирать нельзя понимаете вот дальше предложение такое берется берется 100 деревьев побелили гашеной излисти а так как вы же господа ученые или люди которые себя называют учеными говорите белить надо каждый год я видел побелят даже однолетка продаваемые саженцы еще не проданы уже побелены а и такое же количество не белить а третье побелить так то есть эти 10 100 не белить такие же тот же сорт одинаковые то есть чтобы внешне они были как близнецы вторая партия 100 штук побелить а третья с добавлением клея ПВА вот побелить а остальное все и больше к ним не подходить чтобы там обрезать не обрезать калечить не калечить чтобы это не повлияло и ждать сколько продержатся те и в конце концов где-то на расширенном заседании академии на выходе караул что мы сотню лет творили вот а это господин президент это самое мы сейчас все но это должен быть новый министр этого сельскохозяйства должен быть новый председатель президент верховного совета вот это должен быть новый министр науки и высшего образования вот кто вот троица святая и тогда все станет на место хотя бы пожертвовать двумя-тремя сотнями при пересадке тоже сотню обрезали половину даже не то что там специально подбирать а просто как чтобы они были похожи сотни и сотни эти пол отрезали а эти не обрезали посадили их ждать а потом господин президент вы представляете миллиарды пересаживали и они сразу дохли а мы их доставали ой вот но этого никто никто не знает ну хоть в тихушку то сделайте это годы идут а потом еще президент а я сам знаете немножко как всем немножко это дачу это что получается я когда был помоложе и не был президентом я что тоже травился тоже дурно работы дел немедленно это как кто-то там у вас это все придумал предложил немедленно применить меры по это тот самый случай когда жечь эти книги дебильные раз этот ну пусть не жечь просто надо новое написать про те и так сгниют вот мыши их съедят вот и цензуру цензуру чтобы вот этого вот не было вот этого вот вот этого чтобы не было вот я сегодня наговорил сколько обрезали не обрезали гасили не гасили еще таких посадили как железо на четверть сантиметра символически или как продолжает утверждать крупнейший абрикосовод вот московский 5-6 сантиметров так и стоит на этом я проверял вот так пусть теперь проверят не ее и железо а пусть теперь возьмут тысячу таких семян тысячу таких сколько зайдет и ждать когда сдохнут те которые наверняка увидят пять-шесть через коля дохлые а эти живые и сказали господин президент вы представляете еще нашли одно слабое место почему мы без садов а теперь вот дырки у нас уже это просверлены ждем вот мы сделали важнейшее дело мало что там одна плела абрикосовод а железу плел другое мы все проверили вот вот и все железу упоминать необязательно и и и Субтитры подогнал «Симон»